Поздравляю с победой. Хочу попросить прокомментировать прошедший матч. Что получилось, что не получилось? Получилось забить два гола и выиграть этот матч. Не получилось, наверное, более зрелищной игры. Причина тому, я думаю, что футбольное поле, которое здесь в Пензе присутствует, не выдержит никакой критики. Конечно, комбинировать на этом поле, что-то созидать и показывать красивый футбол невозможно. Поэтому ребята где-то играли более упрощенно. Но честь и хвала им, что ребята забили в первом тайме. Быстрый гол могли. В первом тайме еще 2-3 момента. Очень хорошие подходы были. И Миша Бирюков выходил один в один. И головой там пробивал, не забил. И Леша Ревякин в первом тайме имел стопроцентный момент. Во втором тайме просто была небольшая боязнь. Потому что по такой игре какая-то осечка. Хотя соперник не имел особых моментов. Но все равно настораживало, что стандарты могли какой-нибудь мяч заткнуть. И тогда бы была нервозность. А так хорошо забили второй гол. И немножко успокоились. Могли забивать дальше еще. Игорь Федорович, во втором тайме Мурнина поменяли. С чем связана замена? С не очень удачной его игрой? Или это была плановая замена? Нет, это не плановая замена была. Это просто мы хотели выселить центр поля. Потому что, скажем так, Бри весь подбор оставался за соперником. И при развитии атаки нам было участвовать немножко активнее. Поэтому мы решили поменять. Андрей немножко не справился с этим заданием. И решили поменять Лешу Турика в центр. А туда выпустили Захарова. Несмотря на плохое качество поля, откровенно плохое, команда создала массу голевых моментов. И, в общем-то, с каждой игрой все больше и больше моментов у факела. Это говорит о том, что подобран наконец-то то оптимальное сочетание основного состава. В какой-то степени, да, ребята притираются. И, в принципе, то количество моментов, что мы создаем, это очень радует. Но не радует реализация. Потому что реализовывать надо все вопросы решать в первом тайме. Забивай 2-3 мяча и во второй тайм выходи и получай удовольствие от футбола. А так все, каждую игру на нервах, на нервах. В Орле играли 0-0 первый тайм, хотя полное преимущество, там не забили. Но будем работать дальше, значит, над реализацией. Вторую игру подряд в запасе. Коля Желяев, которого очень ждут наши болельщики. Когда, наконец-то, они увидят на поле Николая? Ну, сегодня вы видели, да, поле какое. Поэтому не очень-то и хотелось его выпускать. Но, думаю, может, в ближайшее время мы и сами хотим его выпустить. Но хотелось бы, чтобы счет был немножко комфортный для нашей команды. Тогда это самое, коли обязательно появится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!